Дядя Фёдор Не было заранее спланировано, но и неожиданностью тоже не стало Я об этом очень серьезно думал Я не спешу возвращаться в Россию Пока там Я не смогу там просто свободно поклоняться Богу Это там все равно какой-то вариант подполья Это было еще год назад Но надо было на самом деле немного просто разобраться Я могу сказать, что по-прежнему здешние реалии от меня все равно очень далеки И я боюсь, что... Типа быть русским это приговор какой-то такой Своего рода Но я не знаю То есть я ничего не знаю Я ничего не могу сказать Сказать все, оно как-то так Оно как-то течет в жидком состоянии Куда оно притечет, я не знаю Сейчас я чувствую себя здесь Уже так более спокойно Потому что наметились какие-то планы Наметились какие-то связи Наметился какое-то понимание Какой-то фидбэк Я понимаю, какие люди здесь живут Я немножко, хоть чуть-чуть понимаю, как они думают И чем я могу быть для них вообще полезен И так далее Но... Не знаю, что к этому еще добавить Ну, просто что, что спорить Америка это страна Высокого уровня жизни И высокого уровня жизни Не только в плане материальных каких-то вещей Которые ты можешь иметь Мне, собственно говоря, особенно ничего не надо Так Уровень жизни, он в том, что Ты просто идешь по улице Ну, по крайней мере, в Бруклин В том районе, в котором я живу Я хожу, могу ходить ночью И я не думаю, что У меня что-то вообще может просто В принципе, что-то может произойти У меня ничего не произойдет Кругом nice people Ну Enough nice Не во всем Но enough nice, чтобы не бить меня по голове Или отнять у меня деньги Или еще что-то То есть какой-то уровень внутреннего комфорта Да, да И уровень внутреннего комфорта Еще это тоже удивительно Там после России, когда ты приезжаешь Это как провинциальные города В провинциальных городах Люди одеваются очень серьезно Потому что они выходят на главные улицы И они показывают соседям, что Они знают, что такое стиль Они знают, что такое мода А здесь Тут живут китайцы Тут живут там, не знаю Там армяне, грузины Ищут И не знаю, кто там Евреи Каждый ходит в своем стандарте Я не могу даже судить о их стандартах Они не могут судить о моем Но человек может спокойно пойти в пижаме В магазин Мне это напоминает санаторий У каждого есть свой ваучер Какой-то персональный И его не волнует Что там у других происходит Он просто по своему ваучеру Я сходил на океан Я подышал воздухом Я пошел туда У меня все cool Все Вы не парите мне мозги Спасибо, я буду не делать это вам Но большинство русских Здесь живет Россия И это немного Я не согласен с тем, что Россию надо вычеркнуть Из своего сердца и из своего ума Я не согласен с этим абсолютно Но смотреть телевизор И быть, условно говоря, в Нью-Йорке Какой-то периферией Российской Федерации Ну это уж слишком Я могу сказать, что проведя год здесь Я как бы смотрю на ситуацию в России извне И я просто Ну мне только все, что мне хочется сказать Какой я был идиот Какой я был идиот Какой я был дурак Я верил еще во что-то Не во что там верить Не во что вообще Сейчас я понял Что я надеялся Что глупо надеялся Самонадеянно надеялся Наивно надеялся Что какие-то перемены в России произойдут быстрее Что какие-то, условно говоря, какие-то актуальные вещи Которые произойдут Как некоторое следствие каких-то действий Что это возымеет более быстрый эффект Я ошибался И я понял, что О, это надолго Как в моем любимом сериале Тот ли пусто, что все та же дыра В общем, пока там делать нечего Это связано с тем, что Я нахожусь в определенной зоне риска То есть Моя религия не позволяет И я не могу ее свободно исповедовать Но плюс к этому Это может быть не все То есть Если бы я был каким-то не публичным человеком А просто Ну Каким-то человеком, который никто не знает Кто это Живущий His own private life Может быть Нет, музыка cool Потому что это была юность Это была молодость Это было лучшее время Я понимаю сейчас Более, может быть, чем 10 лет назад Что Да, это были действительно гениальные песни Это были какие-то прорывы Это была какая-то вот та реакция Вот ты это сделала однажды Ты этого не сделаешь больше никогда Я это понимаю И я не хочу с этим спорить Более Ну, потому что тоже Когда ты там, не знаю, растешь Прогрессируешь в возрасте Ну, ты постепенно осознаешь Какие-то вещи Может быть, тебе кажется О, это может быть снова Нет, это снова быть не может Но зато может быть другое На улице стоит Ужасная шара Но мы будем танцевать Будем, 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 будем радить Я люблю Воги-воги я люблю Воги-воги я люблю Воги-воги я танцую каждый день В те годы То есть, а именно в 80-е Или в 90-е Жизнь была вообще в принципе другой То есть Там люди, которые, молодежь особенно Да, даже берут интервью Да, и они спрашивают А вы были звездой А у вас была куча концертов Они даже не понимают Как тогда все Это все было не так Они думают, что это было Примерно вот так, как сейчас Просто это было тогда Это не было так Вот в том, что все дело Тогда очень много было вещей Которые ни я не понимал Я думаю, ни организаторы концертов Этого не понимали Никто этого не понимал Были вещи, к которым мы Куда-то там К 2000-м И там, может быть К 10-м подошли То есть, да В 10-е годы Уже круто В России На самом деле Очень крутой уровень Был многих И клубов И заведений Очень высокий Профессиональный уровень Людей, которые там работали Не, реально Россия Это потенциально Очень крутая страна Очень Мне жаль, что там просто Как-то в какой-то момент Включают такую передачу Чтобы все шло через одно место Вот И поэтому Все остальные Которые могли бы идти Через другое Они Либо идут Либо не идут Ну, как-то так А так Там Круто Я думаю Я думаю, что Россия Могла бы вполне Спорить с Америкой Что она пытается Делать сейчас Но сейчас Они делают это Тупо Они не победят Потому что Это дебилизм То, что делается сейчас А они могли бы Но не надо Это делать Вот так Потому что Мы крутые Но они не хотят Осознавать нас Как часть Какой-то реальности В России Ты просто материал Ты не человек Тебя никто не слушает Тебя никто не знает Тебя не хочет Никто знать Вообще Ты У меня плохие слова Лезут на язык Который я не буду Произносить Но Вот это так Здесь Это немножко Иначе Ты свободен Ну Офкос Со всеми последствиями И тут другая реальность Я думаю Что вполне вероятно Что я Как и многие мои Соотечественники Я ничего здесь Особенного не достигну И И я В общем-то Собственно говоря И не думаю Об этом Благи Меня Это не самое Большое Сильное Что Меня беспокоит Потому что Это так неприятно Когда все Известные люди Они становятся Объектами пропаганды Этой дерьмовой пропаганды Как там Например Крамеров Уехал Он Кстати говоря Тоже Как говорят Я не знаю Почему На самом деле Он что уехал Из-за религии Что там было Я не знаю Но это начинается Крамеров Уехал Из-за своей религии Но К сожалению Конечно Таких Высот Как в России В Америке Он увы Не достиг Разве В этом дело Разве В этом вообще Счастье Люди Одумайтесь А в чем Они делают Они делают Все для того Чтобы ее Ненавидели Вот что они делают Потом Они пытаются Говорить Что Вот какие-то люди Такие Которые уехали Типа как я Или кто-то Или кто-то там Еще Что это Вот такие Они ненавидят Это неправда It's not true Не надо просто Так делать То что мне нравится В Америке Что здесь есть закон И я уже понял Что это Некоторая Стабилити Ты знаешь Это вот так И ты вот В этой Арии Ты можешь Тебе завтра Никто не придет И не скажет Что Дай денег За что За то что Я к тебе пришел Просто вот Здесь ты можешь Там ты не можешь Ты четко знаешь И все Это Это хорошо бы Потому что Когда ты понимаешь Рамки Это свобода Ты знаешь Вот у меня есть Вот барьер И вот барьер И я могу Вот отсюда До сюда Я могу Дальше я не могу Все Я понял Окей И Мне очень жаль Что люди в России Этого В большинстве Просто не понимают Вообще Вообще Не понимают Вообще Никто Ничего Не понимает Это Удивительно Ты думаешь Это Ты на что-то Надеешься Что кто-то Вокруг тебя Живет Что кто-то Что-то Поймет Никто Ничего Не понимает Кругом Какой-то Кошмар Я не хочу Слушать Дураков Это Дураки Это Люди У которых Нет ума Которые Так Думают Это Люди Которые Ничего Не Понимают Реально Посмотрите На этот Отряд Путина Какой-то Дебилизм Из этих Пенсионеров Который Кто-то Там Собрал В Волгограде Или Где-то Там На юге И Чего Это Что Нормальные Люди Это Зомбированные Полностью Люди Которые Совершают Такой Отчет И в Ютьюб Кликаешь И говоришь I can't believe it Что они делают Какие-то Причем Пожилые люди Это так Обидно Ты ожидаешь От пожилых Людей Мудрости Ты ожидаешь От пожилых Людей Понимания Знания Ты понимаешь Что у них Ничего Этого Нет Они Они просто Они просто Сошли с ума Ладно Я был Молодым Я там Жрал Все Подряд Какие-то Грибы Там Еще Что-то У меня Съехала Крыша Я не хочу Сказать Что я там Хочу Что-то Простить Как Сказала Герой Одного Сериала Не надо Цыкать На меня Я сама На себя Цыкну Ну Нормально Но Но люди Пожилые Которые Олицетворяют Какую-то Мудрость Какую-то Стабильность Какое-то Направление Нации Если эти люди Дебилы То куда Еще дальше Куда Где Вообще Чего Искать На что Надеяться Если закон Как жижа Его нет Они говорят Это так Завтра Говорят Ну Да Это так Но мы Хотим Но мы Можем Короче Вот так Вот ездить Как угодно Я не знаю На что Надеяться Там Просто Не знаю И Я написал Песню Улица Ленина В 90 Году У меня Было Какое-то Прозрение В туалете В одной Гостинице В Париже У меня Ночью Мне было Плохо Я проснулся И что-то У меня там Было Инсайт И я Там Сидел Сидел Вот у меня Песня Это родилась Что просто Я живу На улице Ленина Но Интересно То что С 90 Примерно Там С 6 Года По 2010 И даже По 2015 Я не Исполнял Куплет Как ненавижу Так и люблю Свою родину И удивляться Здесь права Товарищей Нечему Такая Она уж Глухая Слепая Уродина Я считал Что это Как-то Ну Скабрезно Еще как-то Нехорошо Страна Изменилась Мы живем В другой Реальности Это больше Я даже Эту песню Не пел Я даже Как ненавижу Так и люблю Свою родину И удивляться Здесь справа Товарищей Нечего Такая Она Уж Глухая Слепая Уродина Ну А любитство Мне больше И нечего Просто живу На улице И меня Солюбая Преопременная Сейчас я понял Что нет Это все было Правильно Правильно Потому что Это так и есть Так и было Просто на какое-то Время Показалось Что это не так Просто показалось И это так обидно Потому что С этим прошло Собственно говоря Чего я Я близок К пенсионному возрасту И вот я прожил С этим всю жизнь С верой в то Что Я думал Что что-то там Поменялось Ничего Только стало Еще безобразнее Если в Советском Союзе Были Очень высокие нормы Образования Высокие нормы Медицины Всякие вещи За которые люди говорят О Советский Союз Это круто Yes Real Круто Но то что сейчас Это не то Что было тогда Вы не знаете этого Ну я Хоть чуть-чуть Жил там Вы спросите людей Которые жили там Пусть они вам расскажут Как это примерно было Что у них было Чего у них не было Спросите у них Почему вы хотите То Даже что вы не понимаете Толком Что это Исследуйте этот вопрос Что это мне просто реально больно и я буду с этой болью жить всю свою жизнь здесь Hello Happy Nation Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok